Приветствую вас. Жалко, что вы не написали о том, сколько времени вы встречаетесь с молодым человеком, со своим. Это было бы очень полезно в данном случае узнать. Но я хотел бы задать вас такой вопрос. Почему вы до сих пор не обручены к молодым человеком? То есть, если я правильно вас понял, вы до сих пор не являетесь мужем и женой. То есть, фактически, вы не являетесь семьей еще. Вот этот вопрос, он является, на мой взгляд, одним из самых важных. Почему молодой человек до сих пор не сделал вас своей женой, не женился на вас и так далее? Чем это связано? Значит, если он хочет на вас жениться, и если вы видите его рвение, видите его стремление, видите, что он действительно хочет на вас жениться и так далее, то тогда, если он действительно хочет на вас жениться, то сперва нужно создать союз, сперва нужно создать семью, а потом уже после того, как будет семья создана, можно будет вам беременеть. Значит, если мужчина не хочет на вас жениться, вы видите, что он любит вас, но вот, если никак не может решиться на то, чтобы взять вас в жены, такое бывает, то тогда вам нужно сперва обязательно забеременеть, ну, это если вы уверены в том, что он вас любит, и тем самым ускорить процесс создания семьи вами, и тогда у вас все само собой образуется. А дальше стоит подумать насчет опыта, который вам так нужен сейчас. Опыт официальный. То есть, совершенно непонятно, почему вы связываете работу обязательно с изматывающим графиком, почему вы не предполагаете, что можно найти такую работу, которая не была бы столь изматывающей для вас. То есть, в этот момент он тоже достаточно непонятный. Есть у вас вариант работы, который необходим вам для того, чтобы вы получили опыт, который вам нужен для, собственно, уже устройство на работу вашей мечты. Ну так, пока вы не беременны. И первые месяцы беременности вы можете работать и получать этот нужный вам опыт, только, естественно, без какого-то такого фанатизма, без особого упорства, без нагрузки большой. Но работать все-таки нужно, если вы хотите получать опыт. А вот автошкола, автошкола как раз может подождать. Потому что автошкола это, наверное, менее важно во всем том, что вы описали. То есть, приоритеты, на мой взгляд, работают именно вот таким образом. То есть, вам необходимо правильно их расставить. То есть, вы совершенно верно сделали, что обратились к нам, потому что, ну, потому что, если сами не можете расставить приоритеты, то поэтому нужна помощь. Я вас понимаю хорошо. Но, тем не менее, нужно лучше понимать, насколько у вас безоблачные и хорошие отношения с молодым человеком. Потому что, вот пока у меня такое ощущение складывается, что у вас наблюдаются с ним некоторые проблемы. Может быть, неярные, но, тем не менее. Если проблем нет, то совершенно непонятно, почему вы в сборне поженились или не поженили. То есть, вам нужно пожениться, а вам нужно заключить брачный союз, чтобы квартира, в которую вы переехали, была вашей общей собственности, чтобы она принадлежала вам обоим, чтобы вы имели право на половину этой квартиры, лучше всего. То есть, нужно заботиться о будущем именно вот таким образом. Нужно заботиться о том, что будет с вами дальше. Нужно стараться обезопасить себя от возможных проблем, от возможных казусов, от возможных ситуаций каких-то негативных и так далее. Это очень важно для нас и для вашего ребенка. Вот, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Здесь, безусловно, есть некоторые нюансы, которые вам можно раскрыть тому эксперту, с которым вы решите поработать, провести пару сеансов. Я думаю, что вам это пригодится. Пара консультирующих сеансов для того, чтобы лучше выстроить свои приоритеты, чтобы лучше все-таки разобраться в том, что у вас сейчас происходит. Потому что по вашему вопросу некоторые моменты остались неясными. Ну и не слушайте никого, я имею ввиду, не слушайте никакие-либо советы. То есть, рекомендации профессиональные, врачебные слушать, безусловно, нужно, но вот прислушиваться к советам людей, не самых близких для вас, не что все-таки, это то, что вам нужно решать самой. Ну или даже не самой, а со своим молодым человеком, например. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!